Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Хочу родить ребенка и боюсь этого. Мне 30 лет, с замужем 2 года, с мужем ровесник. Отношения обычные, великие любви, как было с другими 20 лет, нет, но в принципе все хорошо. Я подсказал отношения с мужем дружеские, нам есть о чем поговорить и как провести совместный досуг. Пару раз мы обсуждали тему детей, муж не против и не горит желание, представляет право выбора мне, рожать или подождать. Я ребенка хочу, но боюсь этого, больше всего мне страшно от того, что жизнь слишком изменится. У меня все хорошо, на работе есть хобби, ежегодный летний отпуск, активный, не пляжный, звучит дико, но я не хочу это терять, все-таки с рождением ребенка жизнь изменится. Как преодолеть этот страх? С другой стороны, я считаю, что все должно быть вовремя и тянуть уже некуда. И без того, ни девочкам в 40 лет, без ребенка в первый класс, можно не от хорошей жизни, когда вовремя родитель не получил. Давайте для начала попробуем с вами сформулировать что-то вроде конфликта. С одной стороны, у вас есть состоявшийся уклад жизни. Да? С одной стороны. Вот. Уклад жизни вполне себе понятный. Уклад жизни вполне себе понятный. Такой. Ну, для вас. Приятный, я полагаю. И, в общем-то, вы привыкли. Привыклищите определенным образом. Вот. Что, в принципе, не является чем-то аномальным. не является чем-то таким неправильным. С другой стороны, вы говорите, что я считаю, что все должно быть вовремя. И вот это очень интересный момент, когда вы говорите, что все должно быть вовремя. То есть, вы хотите родить ребенка, получается, из, по-моему, боитесь, что будет уже не вовремя. То есть, грубо говоря, боитесь опоздать. Вот. И вы говорите также о том, что сорок лет на хорошей жизни. То есть, здесь у вас как-будто бы давлеет над вами некая такая, я бы сказал, концепция, что сорок лет на хорошей жизни, а вот в тридцать лет это крайний срок. Как бы, говорите вы. Вот. И, на мой взгляд, вам это и мешает, в первую очередь. Нет, я могу, конечно, я, конечно, могу, так скажем, начать говорить о том, что, ребёнка, 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 ну, как бы, рожат только из чувства. Стоп, стоп. Пора. Пора. Да. Только из чувства, что надо, ну, не самая лучшая идея. Но я не уверен, что вы меня попросите в этом. Поэтому я, так скажем, свою роль вижу здесь в том, чтобы вы смогли сделать выбор для себя сами. Да? Какой выбор? Да? Вот мне чего важнее сейчас? Мне важнее свои желания, например, реализовывать. Мне важнее о себе думать, например, или мне важнее соответствовать некому такому социальному стереотипу. Который я в какой-то степени, да, продвигаю своими действиями. Вот, своими действиями, своей, ну, своей позиции и так далее. Вот. И вот вам нужно выбрать между двумя этими моментами сделать свой выбор. Либо это, то есть, либо одно, либо другое. Конечно, мы здесь говорим о ваших ценностях. Не получится не говорить о ваших ценностях и о том, понимаете ли вы, к примеру, на какую жизнь и какое взаимодействие вы рискуете, как бы, ну, натолкнуть своего ребёнка. Вот. Я бы так, я бы так ещё сказал. Ведь ребёнок чувствует, как к нему относится. Ребёнок это ощущает, и это неминуемо будет влиять на его восприятие себя, на его восприятие вас в том числе. Да? Вот. Поэтому, вот эти вещи вам нужно для себя, мне кажется, в какой-то степени проискнуть. Я сейчас скажу, скажу, возможно, такую, знаете, не очень популярную вещь, но, на мой взгляд, вы не готовы. И ещё становиться родителем. На мой взгляд, вы не пожили для себя. Естественно, это только... Как бы так сказать... Это только предположение сейчас. Может быть, вы, в принципе, боитесь таких вот, ну, ответственных решений. Потому как вы описываете свой опыт, как опыт достаточно отдалённый. Как бы... От самой себя. То есть... И с мужем у вас отношения... Такие вот, если... Если можно... Так выразиться... Д... Дружеские. Да? То есть, вот... Некие такие... Ну, некое такое... Некое такое... Такое... Взаимодействие, да? Где... Где вы... Не сказать, чтобы искренне... Особо. Это говорит о... Подавлении вами... Своих чувств. Эмоций. Это говорит о... Подавлении вами... Своих эмоций. И... Конечно же, мы можем... Здесь говорить о том, что... У вас есть... Некоторый... Негативный опыт. Когда... Чувства... Искренние чувства... Приводили, вероятно, к боли. Ну... К боли для вас. Вот. И... На мой взгляд... Эээ... Вероятнее всего, какая-то... Эээ... Травма осталась. Вот. Вот. С другой стороны... А с другой стороны... Эээ... Я не... Не думаю. Не думаю. Что... Возможны изменения в... В вашей жизни. Возможны. Изменения. Я не думаю, что... Они... Знаете, очень будут тяжелы, если бы вы действительно хотели ребенка, если бы вы чувствовали, что готовы. Сейчас рождение ребенка очень сильно напоминает, на мой взгляд, ну, я бы сказал, некую еще жертвенность. Понимаете, да? Вот, то есть я бы сказал, что, по моим ощущениям, вы жертвуете очень сильно, ну, собой. Вот. Собственно, ради ребенка вы готовы от всего этого отказаться, хотя, хотя стоит заметить, что в общем и целом вам, ну, вам хорошо. То есть вы этим наслаждаетесь тем, что сейчас в вашей жизни не происходит. Да, это абсолютно нормально и здорово, что вы, ну, что вы наслаждают. вот. Я просто хотел обратить ваше внимание на это, что у вас нет ощущения, что вы также будете наслаждаться жизнью с ребенком сейчас. А подгоняет вас, по большому счету, только время. в принципе. Ну, или иными словами, стереотипы, которые у вас, вот, ну, в данный момент имеются. Вот. Скажем так. Вот. В принципе. Вот. В принципе. В принципе то, что я бы мог вам озвучить. сейчас. То есть условно говоря, если, если вы готовы идти как-то вот по жизни своей, больше соответствует с концепциями, больше соответствует с, ну, теми рамками, которые вы себе сами ставите. Да? Например. А, может быть, даже принося в жертву, ну, своего ребенка таким, таким образом, вот, то, конечно, вы можете рожать. Вот. И, как бы, в целом, я думаю, что, в целом, я думаю, что вы должны даже это делать. Если, если, если у вас, ну, вот, скажем так, такой подход к этому. Если вы можете в себе обнаружить, если вы способны в себе найти, ну, место для искренности, если вы способны найти в себе, место для чувств, вот. спросив, например, да, какой я хочу жизни для, например, своего ребенка и как я хочу, чтобы он жил, ну, ребенок в смысле. И, вот, например, будет ли он, ну, вот, так, так жить, если, будет рожден, ну, вот, такой, среде, в таком, в таком, в таком, в таком. В контексте, если он появится на свет. Вот. Хочу ли я для него такой жизни? Если вы найдете, ну, если вы найдете место для своих чувств, то мне кажется, что, ну, ситуация, конечно, здесь может быть улучшена. Вот. Ну, вот, в такой, условно говоря, парадигме. Ну, конечно, в этом случае вам... Вам придется, в таком случае вам придется признать, вам придется признать, что у вас несколько, ну, знаете, занижена самооценка. Вот. И есть, вот, такой, что называется, страх быть, ну, не такой, как, вот, не такой, как все. Вот. Или страх быть, там, другой, или, вот, некий, некий, вот, такой момент придется признать. Это не просто, а, возможно, для, ну, для вас будет сделать. Вот. Потому что вы привыкли думать о себе в определенном, ну, в определенном, скажем так, контексте. Вот. И, конечно, сложно будет, вероятно, себе это менять. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что то, что вы задаете такой вопрос, в принципе, он, правда, вы хотите избавиться от страха. Вот. А я больше говорю о том, что, на мой взгляд, вам не нужно избавляться от страха. На мой взгляд, вам можно и нужно спокойно сейчас просто учиться прислушиваться к себе, учиться прислушиваться к своим чувствам, учиться прислушиваться к тому, что, скажем так, для вас важно к тому, к тому, что для вас ценно, вот, учиться к этому прислушиваться, именно прислушиваться к этому, учиться необходимо. Вот. Для чего? Опять же. Для чего? Чтобы быть более искренней с собой. Вот, в первую очередь, чтобы быть более искренне с собой. Потому что, на мой взгляд, это ваша основная проблема и основная беда. Что вы не можете, как бы, полноценно к себе прислушаться из-за страха как раз того, что можете опоздать. Условно говоря, я вас вне всякого сомнения понимаю. Вот, и в целом, предлагаю помощь именно по вырабатыванию навыков внимательности к себе, к тому, что вы хотите, к тому, что вам нужно. Вот. И так далее. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, да? Вот, психотерапию, отношения с вашим мужем можно также гармонизировать, то есть сделать их более эмоциональными, чтобы вам помочь чувствами. Удачи вам. Всего самого доброго и обращайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...